Просто двери рассохлись, потому что свежо. Плюс два. По-свински. Ну как вот так? Ну как я тут живу? Как-то так. Ну, конечно, страда, если я сплю фуфайки. Ну, сгорел, ну что, ну вот. Был и нет, и не работает. А купить пока денег нет. Так же, как и печка. Электропечку тоже надо купить. Ну, если его нет, то его нет. Вода. Воды тоже нет. Вот это влетело, и вот туда, там застряло. Вот я пришел, вот дырка мне в потолке, и ракета там. Все. Ну, холодильник я вам показал. Вот это она вот сбила, вот тут у меня он стоял, вот это она влетела. Как так получилось, что она не сдетонировала, я не знаю. Почему у меня дырка в потолке, я тоже не знаю. Ну, это мой дом. Жить просто негде. Я живу в своем доме. Ну, неделю в гостях, ну, десять дней в гостях. Потом же начинается, потом же как-то надо платить, надо то, надо то. Ну, ну, чужой человек, это чужой человек. На базаре рыба, трава. Вот он с работы пришел, пум, и все, уже завтра. И опять на работу. На базаре хоть веселее, там люди есть. Айзек Азимов. То что фантастика. Будинок, на жаль, сильно постраждав після обстрілу та немає зараз технічної можливості відновити опалення. Будинок на консервацію пішов, але в нас такий будинок не один. У нас 41 будинок і 10 будинків опалення поки не запускається. Тут проживають, є хто приїжджає провідувати квартири. Але так, щоб на постійному проживанні там дуже-дуже мало людей.